В середине 19 века эта улица была главной улицей Самары. Когда-то она называлась Дворянской, потому что здесь жили представители высшего класса. Потом стала Казанской по названию собора, бывшего когда-то кафедральным. Именно здесь, в доме купца Маке, 1 января 1851 года было объявлено о создании Самарской губернии. Рано утром 1 января самарские дворяне, купцы, чиновники отправились к дому, занятому недавно прибывшим в Самару губернатором. Там они обменялись поздравлениями и все вместе отправились в соборную церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери. Этой церкви сегодня нет. Она находилась в самом начале улицы Казанской, а сейчас Алексея Толстого. По окончании литургии торжественный крестный ход направился от Казанского собора в сторону дома купца Маке, где разместилось губернское управление. Там и был оглашен указ об открытии губернии. Самарскому губернатору Волховскому в год его назначения на этот пост было 65 лет. Он уже имел чин тайного советника, опыт службы на подобных постах и часто трогательно заботился о подчиненных. Вот только с генерал-губернатором Перовским отношения у него никак не хотели складываться. Впрочем, Перовский не взлюбил Самару и самарцев с самого начала. Говорят, причиной тому был совершеннейший пустяк. В день, когда самарцы приветствовали Перовского в городе, они поднесли ему осетровую икру в простой деревянной чашке. Интересно, что в год образования Самарской губернии на содержание губернского управления отпускалось примерно 27,5 тысяч рублей в год. Из этой суммы 8 тысяч в год получал самарский губернатор, а жалование остальных губернских чиновников равнялось примерно 15-20 рублям в месяц. Доверяйте фактам, а не слухам. С вами был Михаил Перепелкин.